Напомню, что было в прошлый раз, буквально на двух словах. В прошлый раз мы определили некоторую теорию, некоторый язык, где можно было писать всякие программы. Кстати, вопрос, который я, наверное, не очень хорошо осветил, это какие программы там можно писать, правда, или что-нибудь в тюрьме полное, можно ли все там программы писать. Ответ – нет, нельзя. Потому что, как я сказал, там все программы завершаются, а это и тэп-чекинг, значит, разрешим, отсюда следует, что там не все программы можно писать. Какие можно писать? Ну, в принципе, для повседневных нужд хватит. Это какие-то всякие странные программы, нельзя писать. Вот, о них мы не будем говорить. Значит, язык определяется у нас очень таким образом. Значит, что у нас в языке есть? У нас в языке есть типы и термы. Значит, причем термы, они условно разделяются на два вида. Ну, то есть даже не сами термы, а конструкции, которые у нас есть в языке. Значит, есть конструкторы, есть элиминаторы. Конструкторы, они, значит, нужны, чтобы создавать термы определенных типов, ну, то есть всех типов. Например, чтобы уметь создавать натуральные числа, у нас есть два конструктора, 0 и S, которые это S от N, то же самое, что плюс 1 и так далее. У булла два конструктора, true и false. Элиминаторы, они нужны, чтобы определять функции над этими типами. То есть, хотим мы определить функцию, которая принимает на вход натуральные числа, возвращает что-то там, нам надо использовать элиминатор, ну или потермачинг с рекурсией. Вот, замечательно. Чтобы, значит, еще раз продемонстрировать этот, как это все происходит, я сейчас добавлю в нашу систему еще один тип, которого у нас раньше не было. Какие у нас были типы, кстати? У нас был тип натуральных чисел, тип булл, тип крестик, это тип пар и тип стрелочка, это тип функций. Замечательно. Сейчас добавим еще один. Что? Да, не было. Ну, сейчас я пробую другой маркер. О, получше. Для крестик, ну, как, ну, когда вы там функцию какую-нибудь напишите, которая там принимает пару или возвращает пару. То есть, на самом деле, функции, которые принимают пару, это функции то же самое, что двух аргументов, и с ними мы работаем чуть по-другому, поэтому это нам не нужно, но когда возвращаетесь, нам два аргумента нужно... Ну, они тогда вообще нам не нужны. В принципе, как бы нет. В принципе, можно выкинуть. На самом деле, не особо, да, так что они особо не нужны. Ну, так, чисто для удобства. Вот, значит, а вот эта штучка нам будет нужна, это плюсик. Значит, что это за тип такой? Значит, ну, во-первых, давайте, значит, как мы добавляем новый тип? Шаг номер один. Надо добавить, собственно, сам тип. Собственно, добавляем такое правило вывода, которое говорит, что если а тип и б тип, то а плюс б тип. Вот, пожалуйста. Ну, добавили новый тип. Замечательно. Ну, пока он бесполезен, мы ничего с ним вообще не можем делать, не можем у них никакого термом этого типа вставать, вообще ничего с ним не можем делать. Поэтому надо добавить конструкторы этого типа. Что вообще это за тип такой, значит? Ну, в множествах у нас есть такая... Кстати, заметьте, что все эти операции у нас есть в множествах. У нас есть множество внутральных чисел, у нас есть множество двухэлементное. У нас есть множество, которое называется, не карта произведения, то же самое, что множество пары. У нас есть множество функций. То есть все эти операции у нас есть в множествах. И вот эта операция тоже есть в множествах. Она чуть менее популярна, чем все, которые перечислены. И называется она размеченное объединение. Для тех, кто не знает, что такое размеченное объединение, оно еще обозначается так. Или иногда тоже пишет а плюс б просто. Это почти как обычное объединение, только размеченное. То есть если у нас в обычном объединении в двух этих множествах были какие-то одни и те же элементы, мы их объединяем, становится один, а в размеченном не объединяем То есть в частности, если мы, например, напишем натуральные числа объединить просто с натуральным числом, получим их же самих, а для размеченного объединения это неверно У нас будет две разные копии натуральных чисел Ну то есть, например, в частности, если а и b конечны, то мощность, количество элементов в них вот так вот всегда будет верно А для объединения это, конечно, неверно, в частности, потому что если а и b равны, то будет самая мощность муа Ну замечательно, ну вот, собственно, хотим мы эту операцию Ну как она определяется? Ну по сути, просто берем элементы из этого множества, элементы из этого множества и просто в этом множестве будут элементы из того и из того одновременно То есть, другими словами, чтобы задать элементы того множества или этого типа, нам надо просто задать элемент либо элементы из а, либо элементы из б То есть у нас есть два способа, чтобы создать элементы этого типа То есть у нас будет два конструктора, другими словами Вот, то есть шаг 1 – это задали сам тип, шаг 2 – задаем конструкторы. Вот, у нас будут два конструктора, как я уже сказал. Значит, а, гамма. Значит, если а имеет тип а, то вот конструктор вот с таким забавным видением будет а плюс b. И второй конструктор. Если b имеет тип b, то у нас еще один конструктор с таким забавным видением. Вопрос, почему у нас постоянно гаммы? Ну, это просто означает, что у нас вот эти вот термы могут использовать какие-то переменные. То есть у нас, если есть какие-то переменные, которые раньше где-то были объявлены, то вот они могут здесь в b встречаться, собственно. То, что я здесь пишу гамма, это ровно это означает. Если бы я здесь не писал гамма, это означало бы, что терм должен быть замкнут. Но нет, там могут быть какие-то переменные быть. Значит, что означает эти имена? Ну, l, er означает left и right, очевидно. А in – это намекает на то, что тип а вкладывается в этот тип а плюс b и b вкладывается в него. То есть, по сути, это такие вложения. У нас есть два вложения – а вкладывается в него и в b вкладывается. Вот. Это конструкторы. Ну и, наконец-то, иллюминатор. Ну, значит, как я уже говорил, у нас есть два способа работы с типами. Один через иллюминаторы, а другой через паттермашинг. Причем через паттермашинг чуть менее формально. Ну, в принципе, приждание можно сделать формально. Вот. Но через паттермашинг удобнее. Поэтому давайте я не буду описывать иллюминатор. Ну, я когда подробнее буду говорить про индуктивные типы, я опишу, как иллюминаторы описываются. А сейчас не буду. Просто, значит, я пишу, как при помощи паттермашинга задавать функцию над ним. Надо этим типом а плюс b. Значит, допустим, хотим мы задать функцию из а плюс b в тип c. Как это сделать? Ну, собственно, надо рассмотреть два варианта. Когда на вход в f передается некоторый элемент из а, и когда на вход в f передается некоторый элемент из b. И определить, как в обоих из этих случаях она действует. Ну, вот делается это так. Смотрим, если туда передается что-то из а, то пишем что-то там. c1. А если туда передается что-то из b, то пишем что-то там. Какой-то другой c2. c1, c2 просто какие-то термы, собственно, в зависимости от того, что мы хотим написать, то и пишем. Вот, собственно, ну, вот так. Ну, если бы мы определяли через элемент, то еще нужен был бы четвертый пункт правила редукции. Но здесь, значит, паттермач, ну, как бы, они уже здесь, по сути, определяются автоматически, поэтому не нужны. Вот. Замечательно. Вот, собственно, и все, что нужно, чтобы задать новый тип. Задали сам тип, конструкторы и либо иллюминаторы, либо вот такую схему для определения функции описать. И готово. Классически у нас существует всего два утверждения, не очень много. Истинная и ложная. Я буду их обозначать ноликом и единичкой. Вот, все, это множество утверждений, которые я буду обозначать вот так. Почему-то стало как-то хуже писать внезапно. Какой из них истина? Единичка – это истина, нолик – это ложная. Собственно, теперь, когда мы поняли, что такое утверждение, можно одним ввести какие-нибудь операции. Например, импликация, конъюнция, дизюнция, отрицание. Как это делается? Это делается очень просто. Например, конъюнция. Определяется буквально следующим образом. Один конъюнция один – это один. В любом другом случае, не важно что, это будет ноль. Пожалуйста, определил конъюнцию. Дизюнция как определяется. Ноль дизюнция с ноль – это ноль. В любом другом случае… Что ж такое? Это что угодно. А, господи, это единичка. Импликация. Один, импликация ноль – это ноль. В любом другом случае – это один. Ну и отрицание. Отрицание один – это ноль. Отрицание ноль – это один. Ничего сложного. Вот. Но это не очень какие-то сложные конструкции. Никого сложного утверждения вы из них не состроите. Чтобы строить какие-то сложные утверждения, нам нужны квантеры. Вот. Что такое квантеры? Ну, квантеры – чуть более хитрее конструкция, потому что она уже определена не над самими утверждениями, а над предикатами. Что такое предикат? Пусть у нас есть некоторое множество х. Одноместный предикат над этим множеством – это просто функция из х в проб. Это одноместный предикат, назовем его P, над х. То есть, с другими словами, это просто некоторая функция, которая каждому элементу х говорит, верно ли для него некоторое утверждение или неверно. Например, если х – это натуральные числа, то какие у нас есть предикаты? Например, является ли число простым? Предикат, пожалуйста. Или является оно четным? То есть, это просто функция, которая каждому четному числу сопоставит единичку, каждому четному – нолик. Ну вот и все, ничего сложного. Точно так же можно определить… Это раньше был типу, да? А это другое что-то. Это вообще… Сейчас мы вообще работаем не в нашей теории, это просто в мета-теории, как бы просто в обычной, скажем, математике теории, может, где угодно, неважно. Сейчас, пока про нашу теорию забыли, пока просто мотивацию пытаюсь рассказать. Это все классически все, что происходит сейчас. Значит, хорошо. Теперь он местный предикат над множествами x1, xn. Это, соответственно, просто местная функция из x1, xn в проб. Окей. Вот, это местный предикат. Какие интересные у нас двухместные предикаты существуют? Например, предикат равенства. Для любого множества a можно определить предикат равенства, который я назову, чтобы не путать с остальным как-нибудь… ID – это предикат равенства. Значит, он для любого множества, можно определить a креста, стрелка проб. Вот, соответственно, как он определен? Если на a я равно h, то есть напишу определение. ID – a, a' равно единички, если они равны, и нолику, если они не равны. Все. Очень просто я определяю. Вот такой предикат замечательный. Например, какие еще предикаты? Ну, предикат меньше либо равно, который определен натуральным числом, например. Ну, в общем, не буду писать, как он определяется, точно таким же образом. Ничего… По имени можно уже догадаться, как он должен определяться. Ну и так далее. То есть ничего, собственно, хитрого нет. Вот. Теперь, когда у нас есть такое замечательное понятие предикатов, можно ввести квантеры. Что такое квантер? Что такое квантер? Квантер – это такая операция, которая принимает на вход предикат и возвращает предикат от одного аргумента меньше. Например, квантер всеобщности. Пусть у нас есть… Пусть P – это некоторый предикат от N плюс одной переменной. Это значение, да. То тогда мы можем изобразить, так сказать… Ну, я здесь рисую черту, но, опять-таки, не та черта, что там. То есть я не определяю пока еще никакой язык. Значит, можно определить другой предикат, который можно обозначить как-нибудь вот так вот. Как-то не очень формально. Но, тем не менее, можно вот так обозначить P. Это будет предикат уже… Здесь мы как бы связали последнюю N плюс первую переменную. У нас осталось всего 1 N переменных. Будет предикат такой вот… Как он определён? Ну, очень просто. Для любого… Ну, собственно, вот этот предикат – это просто у него такое имя длинное. P. Это должна быть некоторая функция. От x1, xn. Она равна. А… Почему она равна? Она равна либо единице, либо нулю. В каких случаях она равна единице? Она равна единице, если для любого элемента из множества… xn плюс 1. Верно, что… Вот этот вот кортеж длинный из этих N переменных, где мы добавили вот эту N плюс 1. И он удовлетворяет этому предикату. То есть если P на этом входе равно единица. Иначе 0. Ну вот, собственно, не замысловато вот так определяется предикат всеобщности. И точно так же можно определить предикат существования. Здесь надо заменить на существование, как нетрудно догадаться. Ну, всё. Собственно, теперь можно составлять какие-то сложные утверждения. Например, можно составить утверждение… Из того, что у меня всё написано, можно составить утверждение телему Ферма. Вот. Почему оно… Почему его… Ну, потому что оно очень просто формулируется. Доказывается не просто, но формулируется очень просто. Собственно, сначала мы определяем вот такой N… Нет, четырёхместный предикат от четырёх переменных x, y, z и n, который выглядит вот так. x, n, плюс y, n. Ну, не равно… А как там? ID. Вот. Значит, если они равны, то… Это импликация, которая там где-то была определена… Вот. Импликация. То что? То n меньше либо равно 2. Так? Правда ведь? Ну, это вот этот предикат, который я запишу в индексной форме. Просто так. Вот. Это четырёхместный предикат. Собственно, теперь надо четыре раза использовать эту конструкцию и связать все четыре переменные и получим утверждение телему Ферма. для любого N из натуральных чисел, для любого Z из натуральных чисел, для любого Y из натуральных чисел, для любого X из натуральных чисел. Пожалуйста, то есть вот эта вся большая конструкция, это просто местный предикат, ну или то же самое, что элемент множества проб, то есть либо нолик, либо единичек. Ну мы знаем, что нужны единички, потому что мы знаем, что тема фирма верна, но как доказательность всем понятна, то есть кому-то может понятно, а не мне. Вот замечательно, то есть вот так можно нехитро формулировать различные утверждения. Осталось понять, как их доказывать. То есть мы сформулировали понятие утверждения, надо сформулировать понятие доказательства, и они будут этого делать. Очень просто. Значит, у нас раньше было что написано, что множество утверждений – это нолик, единичка. На самом деле, неважно, как я их назвал нолик, единичка, я могу любые другие имена выбрать. false true или еще как-нибудь. Совершенно неважно. Главное, какие операции на них определены. В частности, я мог определить их вот так вот. Что это не нолик, единичка, а два множества. Пустое множество и одноэлементное множество. Не важно, с каким элементом. То есть пустое множество – это ложное утверждение, а одноэлементное множество – это истинное утверждение. Причем я буду считать, что любое одноэлементное множество – это истинное утверждение. Не важно, какой там элемент. Если одноэлемент, то это истинное утверждение. Вот, пожалуйста. Теперь можно опять в том же духе, как я это только что сделал, выписать все эти операции конъюнция-дизъюнция, аппликация, только уже используя вот эти вот имена, так скажем, для утверждения. Но не всем понятно, зачем бы это делать нужно было. Ну, первое замечательное свойство такого определения – то, что многие из этих операций, которые я там выписал, они имеют очень естественная теоретика множественного описания. Например, импликация. Вот пусть у нас есть некоторая пара утверждений, а и b. А и b – это некоторые утверждения, вот в этом смысле. Вот. То есть сейчас я считаю, что а и b – это некоторые множества, либо пустые, либо одноэлементные. Значит, и над множеством определена такая операция. Можно взять два множества и рассмотреть множество функций из а в b. Вот. И утверждаю, что оно всегда будет либо пустым, либо одноэлементным, и будет работать именно так же компликации. Несложно проверить. Просто подставляю, там, сюда пустое, сюда – пустое – получаем одноэлементное, поставляем сюда одноэлементное, сюда – пустое – получаем пустое, и так далее. То есть будет работать этот конструкция точно также как компликация. Замечательно. А если возьмём теперь декартового произведения множества, то опять-таки проверяя все четыре варианта убеждаемся что она работает точно так же как конъюнция вот но это даже более очевидно если они оба однолементны то у нас всего одна пара будет а если хотя бы одно из них пустое то эта штука будет пустой замечательно вот у нас есть импликация она даже тем же сам символом удачно обозначается вот у нас есть конъюнция какие у нас еще были у нас еще было дизюнция и отрицание но отрицание всегда можно выразить через импликацию мы всегда это будем делать тут можно даже не заморачиваться отрицание всегда можно определить как а в аппликации здесь ложное утверждение ну в данном случае так вот пустое множество так что про отрицание можно забыть в принципе значит дизюнция дизюнция всего посложнее чуть-чуть потому что например вариант номер один как можно определить дизюнцию можно сказать что мы даже зим bluetooth b это это вот такая штука как я вначале писал это размеченные объединения на к сожалению эта штука не обязано принадлежать проб почему потому что это была штука до момента это было штука для одноэлементной то это будет штука двух элементный то есть не будут принадлежать проб Поэтому, чтобы как-то исправить эту печальную ситуацию, мы используем такой замечательный оператор, функцию, конструкцию над множествами, которую называем truncation по-английски. По-русски обрезание звучит не очень хорошо, но я буду говорить так. Значит, что это за конструкция? Это очень простая конструкция, которая обозначается вот так вот, палка-палка, x, палка-палка. То есть, x — это некоторое множество, и это тоже будет некоторое множество, которое придется следующим образом. Это пустое множество, если x было пустым, если x пустое. И одноэлементное множество, если x было не пусто. Если x не пусто. Вот и все. Таким нехитрым образом можно заставить любое множество быть утверждением в этом смысле. Пожалуйста. Вот так можно определить disjunct. То есть, просто берем различные обвинения и обрезаем, чтобы оно стало утверждением. Пожалуйста, получили некоторые утверждения. И теперь оно действительно удовлетворяет определение disjunct, как я раньше выписывал. Замечательно. А что насчет квантеров? Может быть, тоже их также можно замечательно как-то определить? Да, ну, по крайней мере, квантер всеобщности. Значит, как это делается? Это делается вот таким образом. Давайте сотру старое определение и напишу новое. Вот. Для этого нам понадобится еще одна конструкция над множествами. Довольно естественная, но, тем не менее, по счету, не очень популярная. Поэтому я напишу, как она делается. Конструкция следующая. Пусть у нас есть множество, а это множество. И пусть у нас есть то, что называется индексированное множество. То есть, b это функция, которая каждому элементу из а сопоставляет некоторое множество. Так я запишу. Вот. Ну, вот интуитивно, это просто, как я уже сказал, функция, которая каждому элементу из а сопоставляет некоторое множество. Вот и все. Вот. Значит, замечательно. Теперь можно определить то, что называется произведение всех этих b. Ну, или еще, как говорят, множество зависимых функций. Ну, это уже такая, значит, теретикотиповая терминология. Значит, обозначается это буквой пи. А из а, b от а. Вот. Это будет некоторое множество. Что это за множество такое? Это множество функций, которые каждому элементу из а сопоставляют элемент из множества b от а. Вот такая вот функция. Вот. Это является обобщением обычных функций. В том смысле, что если b это была некоторая константная функция, то есть если b на всех всегда-всегда возвращает некоторое множество фиксированное b, скажем, то тогда вот эта штука, это будет то же самое, что просто множество функций из а в b штрих. Вот. То есть если b не использует а никогда, то это просто все обычные функции из а в b штрих. Ну, просто это фактически из определения следует. Вот. Замечательно. Вот я утверждаю, что вот эта конструкция и дает нам наш квантер. Ну, точнее, это квантер, который... Квантер всеобщности, который... Одноместные предикаты превращают в нульместные. Вот. У нас был одноместный предикат b, применили эту конструкцию и получили нульместный предикат. Ну, значит, я утверждаю, что если все b были утверждениями, вон в том смысле, то есть если b всегда возвращал либо пустое, либо одноэлементное множество, то тогда эта штука тоже будет либо пустым, либо одноэлементным. То есть тоже будет утверждением в этом смысле. И работает она точно так же, как квантер всеобщности. То есть если все b были одноэлементные, то и эта штука будет одноэлементной. Если хотя бы один b был пустой, то и эта штука будет пустой. Ну, потому что она должна выбрать некоторый элемент пустого множества, что, конечно же, невозможно. То есть это будет пустое множество. Ну вот, пожалуйста, мы получили квантер всеобщности. Вопрос. Как получить квантер существования? Ну, конструкция, значит, схожая. Только это уже будет не произведение, а сумма. Значит, сеттинг такой же. У нас есть множество, есть вот такое индексивное множество. Но мы определяем немного другую операцию. Вот. Здесь я не написал определение, его словами сказал, потому что фактическое определение сложно выписать. А здесь я выпишу определение фактическое, это не так сложно. Значит, sigma a is a. b от a. Это множество пар у таких. То есть уже можно видеть, что это обобщение Декартового произведения. Вот. Значит, это множество пар, где а это элемент а, а b это элемент b от а. Вот. Но, опять-таки, если b это всегда была, значит, константная функция, то это просто будет Декартового произведения, а крест b штрих. Вот. И все. Замечательно. Какая-то клада существования? Не совсем. Дело в том, что, в отличие от произведения, он не удовлетворяет. Точно так же, как вот эта штука, надо ее поправить. Потому что, то есть даже если и а был утверждением, и все б были утверждениями, эта штука не обязана быть утверждением. Поэтому надо ее тоже поправить. И мы определяем квадр существования, как то же самое вот это вот обрезание от этого сигма множества. Вот. Вот, пожалуйста. То есть вот таким образом можно формулировать утверждение. На вот таком теоретике, так скажем, множественном языке, а не на языке ноликов и единичек, как я это только что делал. Зачем это нужно? Ну, конечно, замечательно, что у нас некоторые эти множественные конструкции дают нам необходимые логические конструкции, но это не все замечательные свойства этой конструкции. Другое замечательное свойство этой конструкции, что теперь мы знаем, что такое доказательство внезапно. Если у нас есть некоторое утверждение, то его доказательство – это просто элемент того множества. Утверждение – это множество. Либо просто одноэлементное. И если мы смогли найти элемент того множества, то это автоматически означает, что это утверждение верно по определению. А если не существует ни одного элемента, тогда оно ложное. Все. То есть вообще ничего делать не надо. И это можно использовать, например, как? Ну, давайте докажем какое-нибудь простое утверждение. Нет, не это. Это слишком сложно. Например, все мы знаем, что а влечет а, не так ли? Используя вот это вот определение, а это некоторое множество, это множество функций, нам надо найти элемент этого множества. Ну, у нас есть всегда элементы множества, это тождественная функция. Наверное, принадлежит этому множеству. Пожалуйста, мы нашли элемент этого множества, значит, верное утверждение. Действительно, а влечет от а всегда. Вот и все. Или, например, мы знаем, что а конъюнция б влечет а. Согласно вот этому нашему определению, конъюнция это просто декартовое произведение. Соответственно, надо найти вот такую функцию, которая по паре а и б возвращает некоторые а. Ну, она просто будет возвращать а. Вот и все. Мы доказали, что а конъюнция б влечет а. И так далее. Ну, вот это и есть суть, собственно, изоморфизма Кари Говарда. Вот и все. То есть его вполне можно сформулировать на языке теории множества. Ничего сложного в этом нет. Вот, ну, тут важный момент. То, что я использовал вот эти вот операции. Сейчас я об этом еще скажу попозже. Значит, ну, теперь давайте теперь сделаем... А, ну, вот вопрос такой теперь. Ну, это, конечно, замечательно, но в таких простых случаях, как этот или этот, мы можем найти элемент того множества. А если у нас случай какой-то очень сложный, как там раньше был написан, как найти элемент того множества, как его описать. То есть мы должны написать некоторую, как бы, строчку, которая, по сути, должна задавать элемент того множества. Конечно, мы можем просто помахать руками там или еще как-нибудь, но хочется иметь, чтобы догадаться, это была действительно некоторая строка, которая бы задавала элементы множества. То есть хотим чуть более формально это сделать. Ну, по сути, теория типов как раз и позволяет это сделать. Это просто такой язык для описания. Можно его рассматривать как язык для того, чтобы удобно конструировать элементы различных множеств. В частности, те, которые вот здесь у меня появляются. Ну, вот, например, на языке теории типов, как сконструировать элементы множества. Я написал ID, но ID, конечно, это неопределение. Как определить ID? Непонятно, надо руками помахать. А вот на языке теории множеств понятно. Это просто лампдх. На языке теории типов. Лампдх.x. Вот, пожалуйста. Это уже действительно нормальное определение. Зачем нам его усложнять? Ну, потому что, собственно, точно так же у нас здесь появилось индексированное множество. Точно так же у нас должны появляться в нашей теории типов зависимые типы, которые могут зависеть от каких-то переменных, например. Ну, конкретно зачем это нужно? Ну, вот помните, у нас там был предикат ID. То есть я могу написать что-нибудь типа ID N, X, Y, где X, Y некоторые переменные типа N. Я хочу, чтобы это был тип. Точно так же, как у нас там это было множество, я хочу, чтобы это был такой у меня тип. Ну, вот он ссылается на некоторые переменные, на X, Y, которые где-то там раньше были объявлены. Раньше у нас такого не было. У нас типы были простые. Все типы были составлены из простых там, из символа NAT, BOO, стрелочка, крестик. Ну, и скобочки. Все. То есть никаких переменных там, мне кажется, сейчас не могло. А теперь может. То есть теперь, раньше я писал просто, что A это тип. Теперь это может не иметь смысла, потому что A может остаться на какие-то переменные. Теперь надо говорить, что A это не просто тип, а A тип в некотором контексте. То есть у нас в контексте описаны какие-то переменные объявлены. Вот. То есть другими словами, например, вот этот тип, он будет типом в контексте в каком? В контексте, где объявлены X и Y и имеет правильный тип. То есть X имеет тип N. Давайте я буду писать не N, а как я раньше писал NAT, чтобы различать от множества. Отличать от множества центральных чисел NAT. Вот. Значит, X имеет тип NAT и Y имеет тип NAT. Вот. Это будет верное утверждение. А если напишу какой-нибудь другой контекст, где, например, X не будет, или он будет иметь неправильный тип, тогда это будет неверное утверждение. Вот. То есть я хочу вот так вот усложнить себе жизнь, систему. И добавить, собственно, все эти конструкции. P, Sigma и все остальные. Ну, соответственно, надо пофиксить старые правила, потому что они… Ну, собственно, нет, несложно фикситься, как… То есть раньше у нас было правило, что, например, NAT – это тип. Теперь я просто хочу сказать, что NAT в любом контексте является тип. Мне важно, какие-то у нас там перемены, объявлены, NAT – всегда тип. То же самое хочу сделать для крестика, например. Что… Раньше у нас вот так было. Я хочу сказать, что в A и в B, и в A и в B могут существоваться переменной, причем вот так, в общем, напишу. Сам контекст – это по-прежнему набор фар? Переменная, .IT, да? Именно так. То есть просто такие у нас там реально были переменные, по сути. Вот. Ну и с остальными там двумя правилами, там, тремя правилами, которые у нас были, то же самое дело. Просто добавляем контекст, вот, произвольный, и все. Вот. Замечательно. Давайте добавим все-таки новые типы, вот эти, которые я описывал. Значит, какие? Забыл. А, пустой тип. То есть у нас в любом, опять-таки, контексте всегда будет пустой тип, который я буду обозначать вот таким забавным символом. Да, очень удачно получается, но тем не менее. Вот так вот. Это пустой тип. Потом у нас будет вот это вот самое обрезание. То есть правило будет выглядеть так, что если А – это тип некоторый, то обрезание А – это тоже некоторый тип. Вот. Замечу, что вот это правило, его вообще в обычной теории типов нету. То есть как там в Морделёв предел, или там в множестве вариаций, его нету просто-напросто. Хорошо, да, значит, я описал два. И теперь, значит, сигма и пи надо добавить. Ну, значит, у них посложнее чуть-чуть правило выглядит. Как они выглядят? Выглядят они так, что если… Так, давайте я сейчас напишу то, что под чертой. Что в контексте гаммы вот этот вот… Вот этот терм является типом. В каком случае? Ну, если B является типом в расширенном контексте. То есть B может ссылаться на X, поэтому мы контекст расширяем, говорим, что B может ссылаться на X, который имеет тип А. Вот. Если в этом контексте B является типом, то все хорошо. Вопрос, почему я не добавляю условия, что А должен являться типом, я могу добавить, но на самом деле это следует из этого. Но, в принципе, можно добавить, так даже, наверное, попроще будет. Но не особо важно. То есть можно и так написать. Вот. Ну и правило для пи типов выглядит точно таким же образом. Ну, сверху то же самое написано. Замечательно. А, да, кстати, опять-таки забываю везде добавлять, что вот здесь надо добавить, что гамма является корректным контекстом. И вон там тоже самое надо добавить. Почему я здесь это не добавляю? Ну, опять-таки, потому что это следует уже из… То есть вот это возможно только когда гамма корректный контекст. Если он не корректный, то этого не сможем вывести. А здесь, собственно, не было никаких предпосылок, поэтому гамма может быть что угодно, но мы не хотим этого разрешать. Надо сказать, что гамма – это корректный контекст. Ну, в общем, технические детали. Хорошо, ну вот, собственно, добавили вот эти типы, и пожалуйста. Вот, сейчас надо еще добавить, будут конструкторы и элиминаторы, но об этом чуть попозже. Собственно, теперь мы уже можем формулировать те самые утверждения, которые я только что сделал. А, да, кое-что забыл, собственно, начинать-то с чего. То есть раньше у меня были еще там определены какие-то предикаты типа равенства и меньше либо равно. Но вот меньше равно мы не будем добавлять, потому что мы добавим только равенство, а все остальные, возможно, предикаты, они из него будут и так выражаться. Вот равенство добавляется следующим образом. Но опять-таки для любого типа А, ID A, A, A' – это тип. Значит, в каком слове? Значит, А – это должен быть тип, А – это должен быть терм этого типа, И А' должен быть терм этого типа. Вот так вот. Ну, собственно, и интуитивно я уже сказал, что такое. Если А и А' равны, то это будет одноэлементный тип, если не равны, то пустой тип. Ну, то есть точно так же к множеству. Это интуитивно, то есть, но нам надо описать опять-таки его конструкторы и элиминаторы. Ну, то есть, вот, пожалуйста, описал пять новых типов. Да, кстати, это в частности старый вот этот вот крестик и стрелочку, их можно тебе не добавлять, так как они являются, как я уже отмечал, в частном случае, Sigma и Pi. Кстати, никого не напрягает, что Sigma – это сумма, а его, в частном случае, это произведение. Конкретно, ну, вообще, во-первых, это не является утверждением, в том смысле, как я его определял. Чтобы это было утверждение, конкретно я сказал в конце, что если бы было что-то верно, то существует некоторая функция. Как сказать, что… То есть, например, вот у нас есть множество натуральных чисел. Как составить утверждение, что существует натуральное число? Я хочу записать утверждение, которое означает, что существует натуральное некоторое число. Ну, вот так вот. Вот так вот. Действительно, если это можно было пустым, то это утверждение будет ложным. А если можно было не пустым, то это утверждение будет истинным. То есть, это утверждение о том, что существует элемент этого множества. Вот. То есть, здесь я должен написать вот так вот. Я хочу сказать, что существует некоторая функция. Вот. Теперь это хотя бы является утверждением. Уже неплохо. Но оно все еще доказуемо. Но я еще в одном моменте пропустил, где я сказал, что это тоже должно быть утверждением. Потому что я сказал, что для любого A и ZA, то есть я уже использовал квантер, здесь должно быть написано утверждение, это не утверждение. Для любого A и ZA существует некоторое элемент того множества. Но опять же еще так же, существует элемент этого множества. Вот так надо писать. Вот это аксиома выбора, настоящая. И ее уже нельзя доказать из остальных аксиом. Точно так же теперь, если я запишу то же самое утверждение в теоретипах, ну, чуть-чуть с другим синтексом, то я опять получу либо теорему, если я не напишу вот эти палки, либо теорему, если я их не напишу, либо аксиому, если, который недоказуем, если напишу. Вот поэтому, как бы, они и нужны. То есть я утверждаю, что, в принципе, разницы между теорией множества и теорией типов не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. Вот, в частности, в теории множество тоже можно делать глупые утверждения, которые делают в теории типов. Ну, вот, собственно, чтобы такие проблемы вот такого рода не возникали, мы и добавляем вот этот вот оператор, чтобы можно было хотя бы делать настоящие утверждения, которые являются утверждениями, а не черт по мечам. Так, ну, начнем, наверное, с самого простого, это с пар. Пары очень просто, конструировались точно так же и раньше, точно так же, как и раньше. Если а — это элемент а, и я не напишу, что, то тогда точно так же пара b будет элементом вот этого сигма-типа. Вот. Сейчас. x, a, b. Вот, что здесь надо написать? Здесь надо написать, что... А, здесь, во-первых, надо написать, что b является корректным типом. То, что а — корректным типом я не буду писать, потому что это отсюда следует. А то, что b — надо написать. b является корректным типом в таком контексте. И b маленькая является термом этого типа, но вот в таком контексте, и где в b, вот в b может упоминаться x, и мы этот x просто заменяем на a. Ну, по сути, то же самое, что раньше для множества было написано, теперь вот записано вот в таком виде. Ну, вот, собственно, то есть это просто такие вот, потому что у нас зависимые пары. А — элемент a, b — элемент b от a. И тогда означает, что такая пара будет элементом этого сигма-типа. Ничего сложного. Это конструктор для него, а алиминатор для него точно так же, как иначе, это просто две проекции. А если p — элемент сигма-типа, то у нас есть первая проекция, которая обозначала FST. Это будет элемент a. И вторая проекция, которая обозначала SND. И это будет элемент какого типа? b, где x заменен на что-то там. На что? На что-то заменен x. На первую проекцию этой пары, просто написано заменен. То есть один из элементаторов ссылается на другой, но ничего страшного. Нормально. Ну и, собственно, определяем правила редукции точно так же. То есть помните схему, шаг номер один определяем тип, шаг номер два определяем конструкторы, шаг номер три определяем элиминаторы, шаг номер четыре определяем правила редукции для них. Вот, пожалуйста, следуем схеме. Это редуцируется в A. A, SND, от чего? От A, B. Редуцируется к B. Вот и все. Ничего сложного. Точно так же, как и раньше для крестика было. Чуть посложнее типы стали. Так, это я, значит, описал конструктор-элиминатор для сигма-типа. Здесь все просто. Для P-типов тоже легкое обобщение того, что у нас было для стрелочки. Ничего сложного. То есть конструктор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор-элиминатор. Аппликация. То есть, опять-таки, первый пункт, второй пункт-конструктор. Я хочу, чтобы в контексте гамма-лямда-х.б имела тип P-xA-B. В каком случае? Ну, здесь даже на самом деле еще проще, чем там. Так что, может, стоило сначала это написать. Если B имеет тип B в контексте, где у нас есть X типа A. Все. Даже больше ничего писать не надо. Эльмататор — это аппликация. Чего? F — это функция такая вот зависимая. И A — это аргумент для нее. И тогда можно написать F от A. Это будет некоторый элемент B. Но опять-таки, если я это напишу, то это будет бессмысленно. Потому что B ссылается на некоторые X, а X нигде не объявлен. То есть в контексте гамма X вообще быть, наверное, не должно. Поэтому вот это утверждение будет какое-то сомнительное. Надо от этого X избавиться и заменить его на этот самый аргумент A. Вот. Да. Четвертый пункт — это правило редукции. Что если у нас есть эллиминатор от конструктора, то есть там, значит, вот так выглядит лямбда XB, примененный K. То эта штука редуцируется к B. Ну, точно так же, как и в прошлый раз, в принципе. Вот так вот. Вот. Все. То есть здесь ничего сложного нет. О, вот здесь. Какие конструкторы у этого типа? Как скастрировать элемент пустого типа? Никак. Нет у него конструкторов. Какие у него эллиминаторы? Эллиминаторы есть. Эллиминаторы есть. Это, значит, первый пункт. Эллиминаторы у него простой. Он просто говорит, что если у нас есть некоторый элемент пустого типа, то у нас элемент есть любого типа. Если B это элемент пустого типа, то тогда эллиминатор для пустого типа, который я буду обозначать вот таким вот странным именем, говорит, что у нас есть элемент любого типа А. Но, опять-таки, он должен быть применитаризован. Да, давайте ничего не докажем. Во-первых, какие конструкторы... Давайте я не буду писать, какие конструкторы и эллиминаторы у этой штуки. Просто скажу, какие свойства я хочу, чтобы были для него верны. И все эти свойства будут следовать из них. Потому что они довольно сложные. Ну, по крайней мере, эллиминатор. Но пока можете поверить на слово, что все свойства, которые я выпишу, они все из них следуют. Какие свойства нам хочется, чтобы обладало равенство? Ну, нам хочется, чтобы оно было рефлексивным, симметричным и транзитивным. То есть, чтобы у нас были термы типа вот такого вот. Термы вот такого. Это, значит, назовем его рефлексивность. Эту штуку назовем симметричность. Стелочка. Иди. И назовем, значит, еще один термом транзитивность. Как нетрудно догадаться, он выглядит примерно вот так, его тип. Замечательно. На этот раз. Но этого маловато как-то. Что мы еще хотим? Хотим, чтобы еще было, чтобы было выполнено свойство, что называется, конгруентности. Свойство следующее. Что если у нас есть функция, есть функция f из a в b. Давайте сразу буду записывать. В принципе, чего уж тут. Если есть функция из a в b. f, это функция из a в b. И мы знаем, что a и a штрих, это некоторые термы типа a, которые равны. То отсюда следует, что будут равны f от a. И f от a штрих. От свойства такой конгруентности. Это 4. Еще, что мы хотим, чтобы было выполнено свойство, которое, я не помню, как называется. Но я его буду называть. Значит, классически оно формулируется примерно следующим образом. Что если у нас есть предикат над типом, ну, над множеством. Какой-то предикат над множеством. И мы знаем, что a и a штрих, элементы этого множества, и они равны. a равно штрих. То тогда p от a влечет p от a штрих. Ну, мы можем примерно то же самое записать и у нас. Просто надо пробу заменить на type, как мы уже знаем. Мы заметим, кстати, что это будет более общее утверждение. Потому что оно будет для любого типа. Не только для утверждения, а для любого типа. И назовем эту штуку subst. Значит, она определяна для любого a и b. Ну, вот таких, как здесь вот. a – это некоторый там тип в контексте гамма, b – это некоторый тип в другом контексте решилинном. И если у нас есть два таких типа, то мы можем написать subst, который имеет такой тип id a штрих и, верно, b от a. То есть, вот и следует, что верно, b от a штрих. Вот. Замечательное свойство этой штуки, что, как я уже сказал, оно более общее, чем вот это. И в частности, из нее следуют вот эти три. Раз, два, три эти следуют из нее. Ну, и из рефлексивности. То есть, рефлексивность плюс subst влекут все остальные три свойства, которые я здесь выписал. Отсюда следует симметричность, транзитивность, и конкурентность. Вот. В принципе, я в следующий раз напишу, как это происходит, а вы можете сами попробовать дома и убедиться, что это так. То есть, просто надо подобрать такой b, некоторый. Если вы подберете его, то у вас должно получиться все эти три правила. Значит, ну, первых, насчет чего мы хотим что-нибудь доказать. Ну, например, какое-нибудь свойство, очень сложное, операция плюс. Я вот прошел раз вводил плюс. Давайте какое-нибудь сложное свойство этой функции докажем. Значит, как я ее определил, напомню. Ноль плюс y это ноль. О, господи, y. А s от x плюс y это редуцируется к s от x плюс y. Вот. Давайте докажем, например, такое свойство операции плюс, что ноль является единицей для нее слева. То есть, я хочу найти термом такого типа. Для любого y из над верно, что что ноль плюс y равен y. Как это сделать? Ну, значит, тут такая хитрость, что если бы мы работали в теории как-нибудь множеств, то мы бы сказали, что, значит, у нас должно быть плюс определен в виде каких-то аксиом. То есть, мы просто как аксиому добавляем, что ноль плюс y равно y, и аксиому, которая говорит, что вот эта штука равна этой штуке. Естественно, когда нам нужен какой-то факт, мы просто эти аксиомы в явном виде, ссылаясь на них, говорим, вот у нас была аксиома, значит, используем ее. Но это жутко неудобно. То есть, нам, то есть, очень много пришлось бы писать писанины, если мы хотим все это формально доказывать. Так, например, делается в системе с под названием Mizar. Вот. Ну, то есть, там все, все надо ручками выписывать все эти аксиомы, это очень много писать. Это некрасиво. Почему бы не заставить какие-то простые случаи, а это простой случай, заставить, значит, программу самой с ними разобраться. То есть, не выписывать ручками все аксиомы, а сказать, что пусть, значит, сам TypeShaker, он сам поймет, что они равны. Вот. Значит, и как раз вот эти правила редукции, они как раз для этого и нужны. Ну, то есть, с одной точки зрения, как я в прошлый раз говорил, что они нужны, чтобы вычислять наши программы, но если рассматривать с логической точки зрения, то они нам нужны. То есть, правила редукции, это просто такие очень простые аксиомы, с которыми может справиться компилятор. то есть, в частности, вот у нас написано здесь, что эта штука равна в некотором смысле эта штука равна этой штуке, эта штука равна этой штуке. Вот. Как эту идею сформулировать формально, то есть, чтобы, значит, ну, там, в виде правил вывода. Ну, делается это следующим образом. Во-первых, вводим некоторые отношения эквивалентности. Давайте, струю там. Мы говорим, что терм t, там, как-нибудь, бета или дельта, или что-то там, как-нибудь, эквивалентинэс, но я не буду ни кубу писать, просто буду говорить, что эквивалентинэс облачать таким загадочным символом. Значит, короче, это отношение будет то, что называется рефлексивным, симметричным, транзитивным замыканием вот этого отношения редукции. То есть, другими словами, это можно представить в виде, что у нас существует вот такой зигзаг. Здесь у нас терм t, здесь у нас терм s, а здесь какие-то другие термы t1, t2, t3, t4 и так далее. Вот. Значит, и t редуцируется к t1, t2 редуцируется к t1, t2 редуцируется к t3, то есть вот так, вот сверху вниз они редуцируются. все. Вот. Если существует такой зигзаг, то, значит, t редуцируется тогда, когда он такой существует зигзаг. Вот. Я утверждаю, что это отношение, оно разрешимо. То есть, другим словом, существует алгоритм, которому на вход дается два терма, и он говорит, аквариантны ли они в этом смысле или нет. Из определения это не очевидно, потому что, если буквально следовать определение, не означает, что мы должны найти вот эти все промежуточные термы, откуда их взять, непонятно, но вот это отношение, оно, вот это отношение, значит, обладает таким замечательным свойством, двумя свойствами, о которых я поговорю уже в следующий раз, откуда следует, что отношение разрешимо, то действительно можно писать такой алгоритм, который по двум термам говорит, равны они вот в этом смысле или нет. В частности, в частности, это означает, что вот эти два терма будут равны, потому что у нас существует такой тривиальный зигзаг, состоящий из одной такой палки. Значит, и зачем оно нам нужно? Оно нам нужно вот зачем. Собственно, вот теперь у нас появляются ситуации, когда терм может иметь разные типы. Крендо это делается следующим образом, что если у нас есть некоторый тип А и другой тип Б, и они друг другу эквивалентны, значит, у нас есть А это тип, и Б это тип, Б это тип, и они друг другу эквивалентны вот в этом смысле, и А это терм типа А, то тогда мы говорим, что А также является термом типа Б. вот такое правило. Вот. Как оно используется? Используется очень просто. Вот посмотрим на вот этот тип, который я здесь написал. Он эквивалентен другому типу, это будет наш А. Вот в том правиле. Тип Б, которому он эквивалентен, это будет вот такой тип. Игрик, Игрик. Они действительно эквивалентны. Ну, потому что вот это по термому эквивалентен, это по термому, и мы определяем, а, да, не только фиксивность, смещенное замыкание, но еще, наверное, надо сказать, что он конгруентность. То есть можно... То есть если по термому эквивалентен, то и весь терм будет тоже эквивалентен. Вот. То есть, пожалуйста, вот они эквивалентны, и у нас... А, нет, наоборот, извиняюсь. Это будет А, это будет Б. И у нас есть терм типа А. Это рефлексивность, как я там снизу написал. Значит, та же самая рефлексивность будет термом типа Б. Типа Б. Ну, вот все. То есть мы нашли терм этого типа, значит, они действительно равны. Ну, то есть просто вот в таких простых случаях за нас справляется программа. Нам не надо в явном виде описать аксиомы, если они равны то, что называется по определению. Вот это вот отношение, оно его по-разному называет. Да, называют... А, давайте я напишу, как его называют. Judgmental. Judgmental. Computational. Ну, потому что оно... Вычислите... Definitional. И... Definitional. Потому что, опять-таки, ну, по определению... То есть Y по определению равно Y. Поэтому его еще называют Definitional. Equality. Это все синонима? Да. Это все синонима. Утверждение вот такое, что для любого Y из NAT... Давайте я напишу для любого X из NAT. Верно, что... X плюс 0 равно X. Это чуть-чуть сложнее утверждение. Почему? Ну, потому что оно уже неверно по определению операции плюс. То есть, если вот эти две штуки были равны по определению операции плюс, то эти две штуки уже не равны по определению операции плюс. Значит, компилятор, топ-чекер нам здесь не поможет. Надо самим что-то придумать. Ну, а теперь думаем, как это сделать. Во-первых, почему они не равны? Ну, значит, посмотрим, как происходит вычисление этого терма. Значит, он сначала смотрит... Пытается сопоставить, значит, вот этот вызов этой функции с этими два шаблонами. Смотрит, значит, на первый... Значит, этот шаблон сработает, если первый аргумент 0. Первый аргумент 0? Нет, не 0. Этот шаблон срабатывает, если первый аргумент с от чего-то там. Первый аргумент с от чего-то там нет. Не с от чего-то там. Значит, не срабатывает ни один из... ни одной из этих условий, значит, он ни к чему не редуцируется. То есть, проблема в том, что мы не знаем, что такое x. То ли он 0, то ли не 0. Но мы всегда это можем проверить. То есть, мы всегда можем определить функцию по термачингу. То есть, определяем функцию f. То есть, разбираем два случая, когда вот этот аргумент, первый, является нулем, и когда он не является нулем. Если это 0, то тогда мы определим эту штуку как что. Тогда нам здесь надо написать какой-то терм, который имеет какой тип. И вот здесь как раз происходит... Ну, я вот для пик открытостер, но вот там вот происходила вот такая вот подстановка. Ну, собственно, мы здесь должны подставить вместо x 0. И то есть, должны найти терм такого типа idNAT 0 плюс 0 0. И 0 плюс 0 уже по определению равен нулю. Поэтому здесь можно точно так же как в этом случае написать refl. Refl. И сработает все. Это надо убрать. Это я просто так написал. Вот. А второй случай, когда здесь написано f от s от x, здесь что надо написать? Здесь надо найти терм, который какой-то тип имеет. idNAT s от x плюс 0 s от x. То есть, мы с TX-а подставили наш шаблончик. Вот. И здесь мы знаем, что вот этот терм, который здесь написан, он эквивалентен некоторому терму, конкретно вот такому, s от x плюс 0. То есть, нам надо доказать, что s от x плюс 0 равно s от x. Как это сделать? Ну, у нас есть принцип конгруентности, который как раз это и делает. Если в качестве f взять s, то мы получим, что s от a равно s от a', если мы знаем, что a равно от a', значит, сразу доказать, что x плюс 0 равно x, но мы это знаем, потому что мы можем использовать рекурсию. То есть, f от x рекурсивный вызов f. Он имеет тип как раз idNAT x плюс 0 равно x. И, собственно, если мы вызовем конгруентность, конгруентность s, то мы как раз получим доказательство нужного нам факта, которое я изначально написал сверху. Вот, собственно, вот, собственно, давайте я перепишу. Конгруентность s f x, а здесь a r. вот так можно определить функцию f, рекурсивная функция, которая доказывает нам этот факт.